я запустил виртуальную машину залогинился консоль открываем мы рассмотрим сегодня мы рассмотрим сегодня журналы залогинился так тут у нас будет mc тут у нас будет консоль для команд а тут у нас будет просмотр журналов у нас есть несколько видов журналирования ну во первых каждая программа может сама писать журналы обычно они пишут варлок вот так по стандарту каждая может писать свои журналы сама раз второе у нас есть сервер журналов сис-лог и сейчас в редхэте стоит r-сис-лог rocket-сис-лог очень продвинутый сис-лог он умеет по сети работать он работает с разными источниками и он пишет в разные файлы вот давайте посмотрим у нас r-сис-лог ну во-первых вот у нас есть каталог для разных вариантов логирования и собственно сам р-сис-лог вот он вот у нас тут прописываются все варианты работы тут у нас модули то есть р-сис-лог это модульная программка она работает с разными источниками как я говорил но вас интересует вот правило по которыми мы выписываем в какие файлы кидается какие источники у нас есть несколько категорий категории эти возникли еще во времена древние это конец 70-х начала 80-х и на данный момент их не расширяют то есть они вот так застыли в таком варианте раскидываются они по разным файлам ну как мы видим у нас файл в который кидаются все уровня инфа это миссии час но есть вот секьюры для авторизации для почты для крона и так далее значит это у нас стандартные вещи кроме того мы можем смотреть блоги конкретных программ и плюс к этому мы можем мы можем работать с журнал демон журнал демон это наш вариант журнала но только для систем д он пока не такой монстр как версия слог но он работает только с этой системой запуска давайте мы посмотрим как можно смотреть журналы значит команду тыл вы знаете хвост она вар 10 последних записей выдает варлог миссии ческак мы помним там большинство он здесь последних записей выдала у нее есть опция минус f с этой опция на непрерывно выдает эти последние записи то есть у нас стал в рила в рил тайме просматривается журнал фактически что у нас в этом журнале у нас все информационное идет но кроме так кроме сообщений об ошибках и всяких аутентификации почта не идет и крон не идет но проверим давайте вот мы неправильную аутентификацию сделаем су и так что-то неправильно набрали сбой проверка проверки подлинности тут фейлет су выдается ошибка программы су значит значит давайте посмотрим а вот тут вот собственно расписано то есть ошибка су су это не аутентификация программа она выдала что тут ошибка а вот тут у нас конкретно расписано что пользователь root пытался залогироваться на четвертой консоли виртуальной но не смог то есть мы можем количество строк прописать сколько мы хотим прочесть если не в рил тайме то есть вот мы видим что аутентификация прописана в варлог секью давайте мы посмотрим как можно с логом вообще работать вы можете запускать ваш какой-то шиловскую программу и она может писать в лог с помощью программы логер ну вот напишем hello он воспринял как восклицательные знаки как шиловская поиск старых команд о вот он хэлло собственно мы все что угодно можем записать даже и по-русски привет я windows пробел нажимаю комнат пробел привет вот мы делаем запись информацию наш даже можно вывод какой-то программы дэйт вот видите выдает вот программа дэйт таким образом мы можем просматривать лог файлы в реальном времени и записывать с помощью программы логер какую-то информацию видите не нужно после логера ставить кавычки он все что после логер идет туда отправляет автоматом воспринимает как строку в кавычках значит естественно что мы можем многие программы которые поддерживают запись своих логов они могут писать логи и всеслог давайте мы установим апатч стол желательно писать апатч установим ну естественно он установлен у вас тоже должен быть это установлен и посмотрим запустим его систему контру ftp причем тебя не называется значит логи у нас находятся давайте посмотрим var.log.htp вот сюда он пишет вот он пишет запуск то есть var.log и информацию о запуске пишет давайте мы не сделаем так чтобы он всеслок писал что у нас конечно во первых нужно сконфигурить программу чтобы она писала всеслок вот он http.conf тут у нас смотрим есть ли у нас сислок что-нибудь значит мы в конце пишем тут можно писать в этой можно в конфигурацию дополнительную делать напишем прямо в основной значит вот видите мы тут конфигурацию можем отсюда добавлять для простоты напишем прямо здесь raw.log что вместо того чтобы error китать local 1 то есть всеслок и это у нас будет идти как категория local local от 0 до 7 и 8 local мы поставим local 1 прописали ну и теперь все версии слог собственно мы должны значит мы можем вот тут сделать значит мы можем вот тут сделать будет идти минус означает что у нас пойдет с буферизации вар то есть не сразу на диска буферизация варлок httpd error лук вот сюда будем писать давайте мы перестартуем system control restart rc слог и хаттпд перестартовали давайте посмотрим вот появился видео рурлок и все суда пишется то есть лук один а у нас влог один писалось кроме апачи еще полиси кит то есть у нас влог один не только хтп но и все остальное еще вот полки подписался но тем не менее мы перевели в лук именно суда теперь попробуем сделать так что все сообщения дебаги будут идти в отдельный файл значит все сообщения уровне дебаг у нас будут идти файл варлок миссис дебаг Месседжесдебаг Вот Собственно Теперь можно Перезапустить РССЛОГ РССЛОГ И Давайте посмотрим Варлог Месседжесдебаг Вот они, дебаги пошли И пошлем что-нибудь В дебаг Логгер Укажем конкретно Что это Деман дебаг И сообщение Сообщение будет Деман дебаг месседж Смотрим Да, вот он Вот он сообщение То есть Весь дебаг у нас Теперь идет В этот отдельный файл То есть Как видите Достаточно просто Мы Раскидали сообщение По разным файлам Ну и значит У нас Посмотрели Апатчи Дельный файл Пишет Посмотрели РССЛОГ Теперь Джонал Контрол Давайте Мы Джонал Контрол Вот он Выдает И как видите Пейджер запускает То есть Энтером По одной строчке Пробелом По страничке Листаем Можно Значит Ку Выход Все как Ви Ку Нажали Выход Значит Можно Запустить ее Без Пейджера Вот Все у нас Выкинуто Без Буферизации В пейджер Тут У нас Весь Не куча файлов А вот Один СИСЛОГ Ну и Мы можем Его запустить Минус Ф То есть Он Непрерывно Будет Писать Что то Дальше Значит По табуляции Он нам Может Выдать Параметры По которым Мы можем Смотреть Ну вот То есть Это как бы Фильтры Это для UID 0 Выдается Ну Также у нас Также как Ку Нажали В тейле У нас Мы можем Посмотреть 20 строк Очень похоже Ну и Мы можем Какие то Конкретно Уровни Ошибок Например Уровень Ошибок Мы только Эррор Смотрим Вот Вот Виде Значит Тут еще Куча Разных Вариантов Ну Например Фильтрация Может быть По времени То есть Мы Значит Черного Контур Мы можем Фильтрацию Выдать По Конкретному Времени Скажем Начиная Или Until До Какого-то Момента Со Вчерашнего дня До Сегодняшнего И так Далее Значит Достаточно Большой Вариант Использования Ну Например Все мы Вместе Собрать Можем С учетом Ошибок С Эррорами Так Мы Можем Вот У нас Какой-то Конкретный Юнит Посмотреть Systemd Юнит Вот Фильтр Скажем По СССР СССР Вот Пожалуйста По Сервису СССР Мы Можем Посмотреть То есть Тут Куча Фильтров То есть У нас Данная Команда Позволяет Легко Просматривать Журнал Выделяя Только То Что Необходимо У нас По Умолчанию Пишет Журнал Д В Каталог Ран Ран Это Каталог Находящийся В Оперативной Памяти Он Перезагружается Постоянно То есть После Перезагрузки Он очищается Постоянно И Он пишет Каталог Вот тут Джурнал И вот сюда Пишет То есть Что у нас Получается Что Сам Журнал Не Постоянный Перезагрузка Он исчез Если мы Хотим Чтобы Журнал Был Постоянным Нам Нам Нужно Его Или Писать На Сервер Журнала Либо Нам Нужно Чтобы Этот Журнал Писался Куда-то На Диск Постоянным Образом Если Вы Посмотрите Man Page Journal D Conf Конфигурации Вот То у нас Прописано Что у нас Есть Несколько Вариантов Стораджей По умолчанию Сторадж Авто И Он И Записывает В RunLog Джурнал А Если Есть WarLog Джурнал То он Пишет Туда Соответственно Мы можем Персистент Добавить То есть Он Постоянно То Куда Пишет А если Авто Он Сначала Пытается Писать Сюда А потом В память Давайте Мы Создадим Этот Каталог И Будем Щит Попробуем Посмотреть Будет Он Туда Писать Make Deer Minus P Minus P Это Parent Я На всякий Случай Добавляю Если У нас Нет Вышележащих Каталогов Что Они Создаются Дальше Мы Должны Permission Сделать Значит Че Он Значит Он Принадлежит Руту И Группа Systemd General Systemd Группа Группа Systemd General И Permission Чмот 2 2 Это Будет Означать Что У нас Супер Грауп Стоит Var Log General Так Поменяли Давайте посмотрим Что у нас тут есть Alt Вот у нас Перемешено Все есть Это Это Лог Это Var Нам нужен Или Перегрузить Машину Или Послать Сигнал USR1 Естественно Там Прописано Что При USR1 Он Пытается Журнал Остановить И Запись Начать Сначала Значит Systemd Generald Generald Послали Смотрим Да Вот У нас тут Появился Мы Можем Посмотреть Следующим Образом Мы General Contour Minus B Это То есть Со временем Бута Посмотреть Вот он Видите Остановил И перекинул Журнал Полностью Сюда Теперь Это Персистентное Местонахождение Журнала Журнал Будет тут Все время И хранится Нужно Это вам Или нет Сотрете Этот каталог Опять Сиг Усер Или Перегрузитесь И он Будет Во временную Память Но Таким Образом Мы Сделали Трюк Который Зашит Жестко В Journald Просто Создали Этот каталог С нужными Permission И он Начал Него Записывать Продолжение следует